Блокада для меня 27 января особая дата в истории нашей страны. В этот день, 77 лет назад, в 1944 году была прорвана блокада Ленинграда. Именно этому событию и были посвящены мероприятия, прошедшие в этот день в образовательных учреждениях Кашхабльского района. Целью классных часов было патриотическое воспитание молодого поколения через рассказы о великом и героическом прошлом нашей страны. Обучающиеся узнали, что 27 января каждого года россияне отмечают Великий день в истории, день снятия блокады города Ленинграда, а также узнали о невероятном героизме и мужестве, которое проявили жители города. В Ходзенской общеобразовательной школе проведены уроки памяти блокадных хлеб. Символом уроков является кусочек хлеба весом 125 грамм. Учащиеся окунулись в события истории Ленинграда в годы блокады немецко-фашистскими войсками. Наше поколение живет в мирное время. Мы не знаем, что такое война и голод. Но рядом с нами живут люди, которые испытали на себе все ужасы и блокады. В осужденном Ленинграде между хлебом и голодом стоял знак равенства. Это 125 грамм на человека. И был он дороже золота. Кусочек хлеба был так мал, что человек не ощущал его вес на руке. Это было все, что можно было съесть. Подвиг Ленинграда состоит в том, что люди находили в себе силы мечтать, работать, помогать слабым, учиться и учить детей. Сила Ленинграда была в том, что маленькие дети находили в себе силы быть мужественными, как родители и старшие товарищи. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда и закончилась 27 января 1944 года. 872 дня. Блокады Ленинграда – забывание событий в истории города, которые вызывают особые ощущения и уважения к его родителям. Заберем блокад в городе, умерло более 700 тысяч человек. Они умерли прямо на улицах. Не будь хлеба, небо купит. Голод и холод, война и разруха. Сильный был город, не падал он духом. Дыхание смерти было повсюду, но выжили, выжили люди. Блокадный паёк, стакан кипятка. Вот жизнь и глоток, потом темнота. А город прорвался, а город воскрес, а город прорвался, никуда не исчез. Люди Ленинграда, вы герои. Подвиг ваш бесценен на веках. Пусть не будет больше горя. Никогда, никогда, никогда. Память о блокаде Ленинграда. С трепетом в сердце хранил. За мужество, силу, отвагу Ленинградам спасибо говорил. Не шумите вокруг, он дышит. Он живой еще, он слышит. Как из неба, но в облике хлеба до седьмого доходит небо. Блокадный Ленинград. Фашисты окружили. Пушки прядят, воду отключили. Но черпит Ленинград. Он не хочет сдаваться. Гордый город на Неве, живым китайцы остаться. И рад стал Ленинград. Забыл про все он век и шагает на параду. Опять война, опять блокадо. Быть может нам о ней забыть? Мне часто говорят, не надо, не надо память бередить. Но для того, чтобы на планете не повторилась той войны, мне нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно, я не напрасно беспокоюсь, чтобы не забывалась та война. Ведь эта память, наша совесть, она как сила нам нужна. Я помню день, мне было восемь лет. По телевизору шел фильм о Ленинграде. По снегу в санках девочка-скелет тащила тело мамы. Об блокаде впервые в этот день услышал я, и сердце детское пронзило болью память. Блокадный город, родина моя, чтобы снова на земле и планете не повторилась той зимы. Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно беспокоюсь, чтобы не забылась та война. Черное дуло блокадной ночи. Холодно, холодно, холодно очень. Вставлена вместо стекла картонка, вместо соседнего дома воронка. Поздно, а мамы все нет от чего-то. Еле живая ушла на работу. Есть очень хочется, страшно, темно. Умер братишка мой утром давно. Вышла вода, не дойти до реки. Очень устал сил уже никаких. Ниточка жизни натянута тонко, а на столе на отца похоронка. Субтитры создавал DimaTorzok Защитники Отечества, Россия, верные сыны. Защитники Отечества, надежный щит своей страны. Защитники Отечества, надежный щит своей страны. И нет надежды вашего Субтитры создавал DimaTorzok Каждый день на службе, каждый день в бою. Даже в другую часть, не теряя мужества, Груди защитите Родину свою. Защитники Отечества, Россия, верные сыны. Защитники Отечества, надежный щит своей страны. Защитники Отечества, Россия, верные сыны. Защитники Отечества, надежный щит своей страны. Учащиеся в Вольнинской школе вели беседы о великом народном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве защитников города Ленинграда. Звучали рассказы о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда. О голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах. О защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Ленинграда длилась 871 день. За этот период только от голода погибло свыше 640 тысяч жителей. Десятки тысяч погибли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках. Умерли в эвакуации. 27 января 1944 года. Что это за занято? Пожалуйста. Была святая оборона Ленинграда. Героизму и мужеству жителей и защитников города мы сегодня посвящаем нашему отмужеству. 900 дней вы прослушали. Мы много проводили классных часов, бесед. Каждый класс об этом помнит, да, ребята? Это была страшная трагедия. Вы слышали о таком хлебе? Да. Он выглядел почти как такой хлеб, да? Серенький хлеб. Слышали об этом, да? Мы неоднократно с вами говорили. Как мы знаем, еще раз я повторюсь, 27 января, это день всемирно объявленный российским правительством. Каким днем? России. Славы России, правильно? Правильно. А немножечко теперь о этом хлебе. Вот хлеб, простой хлеб для вас сейчас повседневное, да, слово? Да. Вы слышите о хлебе каждый день. Но тогда, в то время, в период Великой Отечественной войны, этот хлеб был очень для людей самым главным. Почему? Тогда был голод, да? Хлеб получали, ребятки, вот по таким карточкам. Видите? Хлебным карточкам. Весил он 125 грамм. И сейчас, конечно же, для нас, для нынешнего поколения, для 21 веки, вы должны уделять очень такое важное значение этому хлебу. Блокада Неминграда, военная блокада немецкими, финскими, испанскими войсками началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года. Длилась блокада 872 дня. К моменту блокады в городе осталось мало провидений, мало топлива. Единственная связь с городом была через Ладожское озеро, которое было под обстрелом. Словно государство, судя, в 2001 году, сашистов, сутрава, в Ладожское озеро и захватили 68 января. Отрезав ленинград от страны, ленинград был блокирован в кольце, у кольца нет выхода. Тем самым стало невозможным подвоз продуктов питания. В связи с ними поддерживалось только через воздух и через Ладожское озеро. В Ладожское озеро была трасса, ледовая трасса, легендная трасса. Главной трагедией для нашей страны стала блокада Ленинграда. Она длила 900 дней и ночей. Жители этого города всегда находились в кольце немецко-фашистских войск. Детям пришлось переживать и холод, и голод, и гибель родных, и все это происходило у них на глазах. Опять война, ажинский кадр. Будь может, нам о ней забыть. Мне часто говорят, не надо, не надо память передеть. Но для того, чтобы повторилась той война, мне надо, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Школьники смотрели серию документальных фильмов о Ленинградской блокаде. Ребята остались под огромным впечатлением от увиденного. Они от всего сердца сопереживали участникам блокадного Ленинграда и испытали огромную гордость за жителей, сумевших пережить страшную блокаду, несмотря ни на что.